Сомик Коридорас Панда Давайте начнем это видео с естественных условий обитания этих сомов. Это поможет нам понять, какие условия нам понадобится создать в аквариуме для успешного содержания сомиков панда. В живой природе Коридорас Панда обитает в реках Рио Аква, Рио Амарил и в правом притоке Амазонки Рио Укуяли, которая находится в Перу и Эквадоре региона Гуанака. Систему рек Уакаяли, речной фауны Южной Америки. Это чистые, прозрачные и прохладные реки с медленным течением и с высоким содержанием кислорода. Температура в этих реках колеблется от 16 до 28 градусов. Такая достаточно низкая температура для этих мест достигается благодаря тому, что истоки рек начинаются в горах и наполняются за счет таяния снегов. Такая вода содержит очень мало минералов. Она мягкая, а показатели воды почти нейтральные. В такой воде очень хорошо растут различные растения, которые служат коридорасом Панда укрытием. Одно этих рек состоит из мелких камешков и песка. Теперь, когда мы узнали о том, как и где живут эти сомики, давайте сделаем выводы и поговорим о том, какие условия им необходимы в домашнем аквариуме. Первое, на что следует обратить внимание, коридорасом Панда необходима чистая вода и стабильные параметры. Для того, чтобы это условие соблюдалось, нам понадобится мощный фильтр и регулярные подмены воды примерно по 15-30% от общего объема аквариума на еженедельной основе. При этом в аквариуме не должно создаваться сильного течения. Что касается параметров воды, они должны быть нейтральными. Хорошо, если вода слабо кислая. Всегда помните о том, что резкие перепады показателей воды пагубно влияют на коридорасов Панда и могут привести даже к гибели рыб. На всякий случай скажу и о том, что коридорасы способны дышать атмосферным воздухом, но делают они это при необходимости, когда с водой что-то не так. Для того, чтобы захватывать атмосферный воздух, они используют свой необычный кишечник. Если вдруг ваши коридорасы станут часто подниматься к поверхности, знайте, в аквариуме что-то не так. Желательно перед покупкой этих рыб измерить показатели воды в своем аквариуме. Желаемая кислотность от 6 до 7,5, а жесткость от 1 до 17. Многие аквариумисты содержат не только сомиков Панду, но и других рыб. По этой причине не стоит опускать температуру до идеальных 16-20 градусов. Оптимальная температура будет от 22 до 25. Соответственно, обогреватель в аквариуме с этими рыбками не нужен. Если, конечно, в зимние месяцы у вас хорошо работает отопление. Вообще, учитывайте тот немаловажный факт, что коридоры сыпанды, которые продаются в магазинах, достаточно сильно отличаются от своих диких сородичей. Они уже давно адаптированы под местные условия. Привозить этих сомов с дикой природы невыгодно и продают тех, которые появились в странах СНГ или в странах Востока. Такие сомы лучше приживаются в новых аквариумах и меньше подвержены стрессам при изменении условий содержания. Что касается объема аквариума, каждый, естественно, подбирает под себя в зависимости от возможностей и свободного места в доме или квартирах. Однако, учитывайте, что взрослые особи сомов панда достигают примерно 5 сантиметров. Но держать одного сомика в аквариуме даже с рыбками другого вида – плохая идея. Коридоры сомов панда всегда содержат группами. Это стайные сомики и передвигаются они по аквариуму группой. Минимальная группа должна состоять из 5 особей. Если рыб будет меньше, они начинают чувствовать дискомфорт, стараются как можно реже вылазить из укрытий и насладиться их красотой будет затруднительно. Идеальная стайка считается из 15 коридорусов панда. Для стайки из 15 этих сомов идеальный объем от 75 литров. Исходя из расчета, что на каждую рыбку будет примерно 5 свободных литров воды. Но это в идеале. Некоторые умудряются держать и в 40 литрах. Это естественно тоже возможно при частых подменах воды и должном уходе. Правда рыбкам будет тесновато. Осталось определиться с грунтом и оформлением аквариума. Очень хорошо, если в качестве грунта будет песок или мелкий гравий. Помните, что это донные рыбки и большую часть своего времени они будут проводить именно на дне. Поэтому это очень важные условия для достойного содержания. Еще один немаловажный момент это укрытие для коридорусов панда. Они не любят находиться под открытым светом. В качестве укрытий хорошо подходят любые живые растения, камни и коряги. Можно сказать, что хороший акваскейп идеальный дом для этих сомиков. При создании хороших условий эти рыбки могут прожить около 10 лет. Но одного оформления недостаточно. Нам еще понадобится правильно подобрать соседей и разобраться с кормлением. Именно эти моменты мы сейчас и разберем. Коридорус и панда очень миролюбивые рыбки и агрессия к соседям или друг другу абсолютно отсутствует. Они не способны не только к нападению, но и к защите. Избегайте рыб крупных размеров, даже если они считаются мирными. Рано или поздно крупная мирная рыбка так или иначе попробует на вкус все то, что поместится в рот. Пожалуй, исключением является только дискуссия. Соответственно, для любой хищной рыбы коридорус и панда будут отличным кормом. Также не стоит их содержать с чересчур активными рыбками. Это касается в первую очередь, конечно же, суматранских барбусов. А вот все виды улиток и креветок очень хорошо приживутся с этими сомиками. Из рыб хорошими соседями будут все виды неонов, данью, разборы, другие виды коридорусов. А их, между прочим, достаточно много, около 180 видов. И, конечно же, тетры. В кормлении коридорусы абсолютно неприхотливы. Они будут есть все, что вы им дадите. А если вы содержите и других рыб в одном аквариуме с ними, то коридорусы будут есть все, что им останется и упадет на дно. Вообще, в кормлении важно учитывать только один момент. Следить, чтобы корм успевал падать на дно, и рыбки, плавающие над поверхностью воды, съедали не все. В этом плане хорошими промышленными кормами являются специальные таблетки для донных рыб, коими являются сомики панда. Учтите, коридорусы в ночное время проявляют активность и давать пищу для них желательно перед тем, как выключить свет. Но как бы там ни было, одними только таблетками кормить не стоит. Для любой рыбки важен разнообразный рацион. Иногда стоит добавлять в рацион живые и замороженные корма. Это могут быть мотыль, дафни, ациклоп, артемия и другие. Коридорусов-банда возможно разводить в домашних условиях. Вероятно, это одна из причин популярности этих необычных сомиков. Кстати говоря, о популярности скажу, что впервые этот вид коридорусов был описан еще Рэндольфом Ричардсом в 1968 году. И на протяжении трех лет эти рыбки оставались без названия. Но уже в 1971 году были названы в честь большой панды Коридорос-панда. Стоит сказать, что название вида состоит из греческих слов кори, то есть шлем и дорос – кожа. После того, как этот вид появился в аквариумах любителей, естественно, каждый любитель пытался получить потомство. Но успешного результата добились не сразу. Вероятно, это связано не только с незнанием, как правильно разводить, но и с тем, что изначально коридорусов привозили выловленных с дикой природы, и они были достаточно прихотливыми созданиями. Хотя разведение сомов-панда и сегодня занятие достаточно непростое. Вероятно, поэтому цена этого вида значительно отличается от большинства других коридорусов. На дно нерестовика выкладываем всевозможные декорации. Это могут быть камни, гроты и обязательно растения с мелкими листьями. Возможно, использовать мхи. Чаще всего именно на растения самка откладывает икру. Люди, которые профессионально занимаются разведением коридорусов, рекомендуют фильтровать воду для нерестовика через торф. После того, как живот самки округлился, можно пробовать простимулировать нерест. В живой природе нерест начинается с сезона дождей, поэтому необходимо немного увеличить поток воды и сделать подмену воды примерно на 50% от общего объема аквариума. Но учтите, что подменяемая вода должна быть на пару градусов прохладнее, чем вода в нерестовике. Не расстраивайтесь, если с первого раза не получилось. Это нормально. Просто повторяйте подмены ежедневно, пока самка не отнерестится. Вообще, процесс должен выглядеть следующим образом. Самец начинает всячески ухаживать за самкой, и если самку все устраивает, рыбки принимают Т-образную позицию. Если все получилось, самка начинает метаться в поисках укромного места, где можно спрятать икру. Как я уже говорил, это обычное растение. Но иногда в качестве укромного места самка может выбрать и стекло самого аквариума. Это, все это длится несколько часов. Самка откладывает до 100 икринок. Но рассчитывать на потомство в 100 рыбок не стоит. Выживут не все, а только самые-самые сильные. Хотя многое зависит и от вас самих. Обычно после нереста производители убирают вовсе из нерестовика. А в нерестовик добавляют метиленовый синий. В качестве профилактики образования грибка на икринках. Некоторые аквариумисты к икре подсаживают пресноводных креветок, например, неприхотливых вишневых. Они подбирают споры грибка на здоровых икринках и поедают погибшие икринки. До одной недели проходит инкубация икры. Мальки проклевываются не одновременно. В этот период в качестве корма идеально подходит инфузория туфелька. Проще всего ее получить с помощью банановой кожуры. Как? Смотрите видео на канале Пар, если вы его пропустили. Одним из важнейших вопросов в период взросления малька является подмена воды. Необходимо, чтобы вода для подмены соответствовала воде в самом нерестовом аквариуме. При несоблюдении этого условия малек гибнет. По мере взросления малька можно давать сухие промышленные корма. Начиная с живой пыли или для этих целей продаются специальные корма для мальков, например, тетра-бэйви. На этом видео подошло к концу. Напоследок скажу, что сейчас встречаются вуалевые коридоры сыпанда, отличающиеся лишь длиной плавников. Но в содержании, кормлении и разведении ничем не отличаются от своих собратьев. Конечно, когда они у меня появятся, обязательно покажу их в очередном выпуске и в группе ВКонтакте. А вообще, говоря о коридоросах в целом, нерешним будет добавить, что на сегодняшний день в нашем современном мире еще много неописанных видов. Единственное, что с ними сделали, так это присвоили номер с буквой С в немецкой системе, как и с ларикариевыми самами, у которых буква Л. Или, как еще говорят, номерные рыбки. Надеюсь, что мне удалось дать как можно больше полезной информации за короткое время. Если это так, обязательно поставьте палец вверх. И до встречи в новых видео на канале Пар. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok